Точки кипения в сфере предпринимательства. Власти Югры Сургутского района, а также бизнесмены провели мозговой шторм. За круглым столом участники встречи обсудили виды поддержки бизнеса в районе и округе. Цель диалога была в том, чтобы выработать новые меры поддержки и улучшить действующие. Свои инициативы представители муниципалитета намерены направить правительству округа для внедрения в Югре и в районе в частности. У нас на сегодняшний день 200 тысяч человек заняты в бизнесе, включая приниматели и юридические лица, а цель добиться 230 тысяч. Роман Колупаев назвал цель, которую поставили власти Югры. Представитель окружного правительства принял участие в мозговом шторме вместе с бизнесменами и чиновниками Сургутского района. Обсуждаются действующие виды поддержки предпринимателей. По словам управленца из Ханты-Мансийска, район в этом направлении занимает лидирующую позицию в регионе. Это не просто так, это проделанная работа муниципалитета. Задача обеспечить тот благоприятный для входа инвесторы бизнес-климат. Это комфортные условия для размещения, это понятность открытости процедур в том числе. Поэтому Сургутский район в этом направлении один из лидеров. Это уже 12-я встреча районных чиновников и бизнесменов. На предыдущих форумах участники обсуждали российские национальные проекты. А именно, что нужно делать для того, чтобы проекты в сфере образования, строительства, здравоохранения и прочие имели устойчивое развитие. В этот раз разговор касался прогресса в сфере предпринимательства. Мы сейчас должны, как в рамках мозгового штурма, выработать какие-то наиболее действенные или видоизменить, либо создать новые направления поддержки для того, чтобы действительно бизнес на территории района себя чувствовал комфортно и развивался. Понятно, сейчас рано о чем-то говоришь, что именно уже ошлифовать, собираемся что-то изменить? Давайте подождем. Сейчас в районе уже действуют различные виды финансовой, материальной и организационной поддержки предпринимательства. Речь о грантах из местного бюджета, компенсациях затрат на аренду помещений, оборудование, обучение сотрудников организаций, содействие в разработке бизнес-проектов и прочее. Число предприятий малого и среднего бизнеса в поселках увеличивается в сферах сельского хозяйства, оказания услуг, этнотуризма, сбора и переработки дикоросов. Ранее мы приобретали сырье, приобретали на рынке, приобретали у своих партнеров. Конкретно, допустим, это Кандинский район, Междуреченский, пользовались тем сырьем. А сегодня, так как у нас есть производство, производство, а продлижа, производство, которое соответствует всем сертификатам, и оно полностью организовано в технологическом смысле, у нас возникла необходимость иметь собственный пункт приема дикоросов у населения. Объем налоговых отчислений в районный бюджет от предпринимателей в прошлом году превысил 300 миллионов рублей. Представительница бизнес-сообщества Ольга Леснова не смогла назвать вид поддержки предпринимательства, которого в районе не хватает. Я бы хотела, чтобы Сургутский район таким же образом продолжал развиваться, потому что сегодня то, что те обороты, которые они набрали, они уже соответствуют полностью, ну, скажем так, необходимым мерам поддержки, которые нужны предпринимателю. И вот желаем стабильного развития в этом направлении. Конкретно, вы еще не хотели? Нет, все есть, да, все есть, всего достаточно. Однако участники встречи все же намерены составить резолюцию по повышению эффективности поддержки бизнеса в муниципалитете. На следующих форумах они планируют рассмотреть около 50 инициатив, которые поступили от жителей поселений по сокращению административных барьеров и различным видам финансового, материального и организационного содействия предпринимателям. Резолюция будет направлена властям ЮГРЫ для внедрения новых инструментов поддержки на территории округа.